Мир вам, дорогая церковь, дорогие друзья! Личный вопрос к тебе. Ты уже пытался сформулировать содержание своей жизни? Если нет, то у тебя есть прекрасная возможность это сделать. Попробуй сформулировать содержание своей жизни в одном предложении. Что для тебя самое главное? Попробуй сформулировать это предложение от конца жизни. Твоя жизнь прожита, и ты понимаешь, мне нужно передать самое важное своим детям и своим внукам. Что бы это было? Какое содержание в одном предложении или в двух ты бы передал твоим детям, твоим ближним? Царь Соломон был самым мудрым человеком на этой земле. Ему эта мудрость была дана от Бога. Он был самым богатым, самым влиятельным человеком своего времени. И он, наблюдая за своей жизнью, сделал это наблюдение и записал в книге «Екклезиас» 12 глава, 13 и 14 стих следующие. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть, смотрите, выслушаем сущность всего. Это как раз Соломон подводит итог. То есть, самая главная сущность всей моей жизни, всего, к чему я стремлюсь. Можно сказать, я подвожу итог. И теперь, что же самое главное? К чему же нас призывает Соломон? Удивительно, он говорит, что «бойся Бога и заповеди его соблюдай». То есть, смотрите, страх Божий – самое важное в жизни для каждого человека. Когда мы говорим о страхе Божьем, мы имеем в виду почитание Божие, преклонение перед Святым Богом, перед Создателем всей Вселенной. И, конечно же, это преклонение, оно выглядит в том, что мы соблюдаем его заповеди. Когда мы говорим «бойся Бога», речь не идет только о том, что этот Святой Бог, Великий Бог, может наказать за грех, хотя он это и сделает. Но на самом деле, намного больше нужно бояться Бога, потому что он есть Бог любви. Как я могу сделать зло против личности, которую я люблю? Я этого не хочу сделать. Поэтому, когда мы говорим о страхе Господнем, это намного больше, чем просто страх перед наказанием. Это страх «я не хочу сделать личности, которую я люблю». Итак, когда мы говорим об этом, то Соломон пришел к выводу, что самое главное в жизни – это не нажить богатство, это не нажить дом, посадить дерево и ребенка вырастить, это бояться Бога. И дальше он обосновывает свой ответ. Потому что дальше... Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо ли оно или худо. Дело в том, что каждый из нас будет однажды давать отчет за свою жизнь. Может, кто-то уже вышел из школьного времени и думает, мои экзамены закончились. Я уже все сдал, меня уже ничего не интересует. Хочу разочаровать тебя или обрадовать. Для каждого из нас самый главный экзамен еще стоит впереди. Никто, ни один человек, ни один президент не избежит этого экзамена. Однажды мы все будем давать отчет перед Богом. И Он будет оценивать нашу жизнь. Еще раз, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Ни один человек не избежит. Все тайное, хорошо ли оно или худо. Друзья, мы так часто заняты жизнью других людей. Почему Бог не остановит одного президента другого? Почему Бог не остановит богатых, которые грабят бедных, ресурсы страны? Много вопросов есть. И мы так сильно заняты другими, что у нас не хватает времени на себя. Так вот, я прошу тебя, остановись. И посмотри на свою жизнь, потому что Бог спросит лично тебя и лично меня. Не за других, а за себя. Готов ли ты отдать отчет за свою жизнь? Все тайное. Иногда мы прячемся друг перед другом, и нам кажется, как мы ловко смогли спрятаться. Что никто не узнал. Но на самом деле Бог знает все. Поэтому самый главный вопрос, который я тебе хочу задать еще раз. Что является сутью твоей жизни? Сможешь ли ты то, ради чего ты живешь, оправдаться перед Богом? Если нет, то еще раз я прочитаю слова Соломона. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и запереди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо все дело Бог приведет на суд. Всякое дело. И все тайное. Хорошо ли оно или худо. Пусть Бог благословит тебя. Аминь.